здравствуйте у нас сегодня в гостях историк алексей сайф алексей здравствуйте добрый день и мы сегодня сегодня алексей сайф расскажет нам подробности прямо по заявленной теме корни близкрига то есть молниеносной войны вермахт против рабочекрестьянской красной армии по мере своего повествования я надеюсь алексей развеет некоторые мифы на которых собственно и стоит к сожалению наша история ну положение меняется в лучшую сторону но медленно скажите пожалуйста алексей вот эти ограничения которые версальский мир наложил на германии именно военные и которые потом так легко германия себя сбросила благодаря чему уж эти ограничения были очень формальными и не составлял труда их сбросить ограничение на самом деле были очень серьезными урезание армии до 100 тысяч человек ставила в германию в положении когда она в лучшем случае могла этой армии контролировать скорее внутреннее положение то есть грубо говоря предотвращать восстание в спартаковцев отразить кого любое внешнее вторжение даже например поляка в восточную пруссию этой армии было невозможно алексей просто вопрос из любопытства какая армия по численности была у когда они собственно говоря пошли на восток и на запад просто сравнить вот эти сто тысяч стоя когда они пошли на восток то есть перешли границу советского союза в вооруженных сил германии было семь миллионов двести тысяч человек армия выросла в огромную военную машину вот это 100000 на рейхсвер при этом союзники целенаправленно уничтожали вооружение так например винтовки которые остались от кайзеровской армии их складывали в штабеля и сжигали при этом металл оружие отпускался выгорали лигирующие добавки они становились непригодными для стрельбы и рейхсверу давали вооружение стрелкового вооружения даже едва едва на восполнение так сказать убыли по естественным причинам там расстрел этих винтовок еще что то то же самое уничтожали пулеметы что-то немцы себе там заныкали во всяких там шахтах но это в общем то были на самом деле слезы по сравнению с тем чем надо было вооружить многомиллионную армию вот эти 100 тысяч это скорее была военно-полицейская сила поначалу да то есть в начале своего существования рейхсвер был военно-полицейской силы он использовался в том числе для упомянутых подавления внутренних беспорядков вот или у спартаковцев предотвративши он предотвратил в некоторой степени вместе со всякими добровольческими отрядами вот это вот революцию в германии развитие то может быть там дробление страны какие-то большие беспорядка гражданскую войну да это всего удалось избежать удалось избежать также сразу же какое-то от отхапывание больших кусков германии от умершего льва империи и вот эта вот армия она на самом деле еще и страдала от жесткой нехватки финансирования поэтому это было очень жалкое положение германии и даже за границей звучали слова о том что это чрезмерные меры для того чтобы их сдерживать хотя на самом деле это были вполне реальные и разумные меры купе с оккупацией части страны демилитаризации немцы были вынуждены пойти на то чтобы вести разработки по новым вооружением за границей на при этом в этом участвовали все за исключением бывших союзников имею ввиду англии франции италия в этом не он не участвовал да но тем не менее и голландия и швеция приложили руки к тому чтобы немцы могли вести разработку вооружение за рубежом это касалось например подводных лодок и вот у меня сразу тогда к вам вопрос потому что бытует мнение как мне кажется скорее миф что рейхсвер был создан советской властью сотрудничество же было насколько велико и эффективно было сотрудничество сотрудничество было причем велось она по направлению прежде всего высокотехнологичных вооруженных сил это авиация это танки это химия про химии иногда забывают поскольку не применялось химическое оружие на тем не менее это тоже было но за это сотрудничество ругали в том числе командующего рейхсвер фон секта то есть сообщение с большевиками это фу 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 это не надо было на это идти к какой-то этого был эффект но тем не менее вынужденная вот этим вот внешним давлением искать любые формы сотрудничества германский руководство несмотря на свое резко отрицательное лично фон секта отношение к коммунизму но с нами сотрудничала и в основном это носило характер технической подготовки были вот эти вот первые разработки танков первые какие-то учения но не стоит преувеличивать масштабы такого взаимодействия двух стран ни в коей мере нельзя сказать что ссср ковал на фашистский меч да 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 то есть то стиль же было да да выпущено такой татьяна бушуева такой с элементами одиозности исследователь но тем менее вот это вот громкое название она въелась массы хотя с тем же успехом можно сказать что рейхсвер ковал советский меч потому что для советского союза это сотрудничество было едва ли не более плодотворным так то из тех учеников вот этого танковой школы в казани который официально называлась кама там вышел буквально один или два командующих танковыми дивизиями когда говорят что там учился гудериан это неправда он туда приезжал с инспекции потому что он был совершенно другого уровня человек то есть он уже не из тех кого посылают куда-то там учиться и он приезжал туда с инспекцией то есть он советском союзе был но не учился так же говорится ген приезжал в липеск да ну полетать не полетать естественно а с первой мировой войны в общем достаточно такой квалифицированный летчик и заслуженный вот несмотря на то что он позднее превратился чудовище он был вполне заслуженным храбрым пилотом ему это тоже не требовалось и опять же его пребывание она не носила характер даже он какого-то взаимодействия глубокого то есть это была поездка такая я бы сказал второстепенная во всех отношениях в отличие кстати от гудериан который все же был инспектором и он осматривал то есть он знакомился со всеми подробностями но тем не менее это сотрудничество которое было быстро свернуто и не имела далеко идущих продолжений то есть те люди которые учились они потом скорее работали на преподавательских должностях в той же танковой школе в инсдорфе и по большому счету вот этот вот танковый меч нацистский он был выкван внутри германии и не надо на себе себе приписывать опять же это нам такое листит национальном самолюбе что вот идеи наших русских военачальников русских людей стали основой для блескрига это не так не надо себе льстить немцы все придумали сами и действительно большую роль в этом сыграл гудериан но именно в качестве человек который развивал поначалу транспортную службу вермахта то есть все начиналось с элементарных вещей с транспорта то есть грузовиков как они говорили перевозим муку вот перевозок муки это все превратилось в тот танковый меч которым они размахивали по всей европе когда начинается действительно уже мощное развитие рейхсвера как полноценный армии германии есть распространенное мнение в распространенное но благодаря трудам на западе есть такой корум который написал книгу который так называлась корни блескрига и он написал о хитром плане фон секта руководителя рейхсвера на создание армии вождей армии из которой вот сто тысячной армии из нее будет выкован офицерский корпус офицерский корпус который в дальнейшем будет использована для расширения этой армии в многомиллионную соответствующую геополитическому статусу германии прочее прочее однако это мнение основывается на проектах фон зекта которые до реализации то не дошли то есть самое тут главное то он действительно все писал он придумал но в двадцатые годы когда была бедность инфляция в армии то не очень-то хотели идти и рекруты которых набирали они не были пригодны для того чтобы из них ковать офицеров то есть худо-бедно там было принципе это была такая профессиональная армия кавычках в некоторой степени 12 лет службы солдат 25 лет служба офицер но тем не менее вот эта идея создать личинку офицерского корпуса она провалилась из 50 тысяч унтер-офицеров стали офицерами полторы тысячи это копейки вообще ничего да я для сравнения скажу что только из австрийской армии вермахт получил 1600 офицеров то есть сравнимое количество то что они провели аншлюз австрии дало больший результат пусть незначительно больше до на 100 человек но тем не менее это было больше чем огромные вроде бы усилия фон зекта по строительству вот этой армии вождей ничего такого не было и более того самого начала внутри рейхсвера шла борьба относительно новых видов вооруженных сил вот это вот новые технологии которые стали и в рядах там скажем немецкого генерального штаба офицерство тоже единство по не было абсолютно того какие будут вооруженные да у нас как-то сложилось мнение что вот они чуть ли не с двадцатых встали на рельсы блин скрига и катились по ним изо всех сил и поэтому то у них так все получилось на самом деле вот это вот борьба внутренние относительно перспектив танков она была очень напряженной и на магистральную дорогу они вышли далеко не сразу и более того даже когда пробили себе дорогу вот эти новые средства это этого добился гудериан и фон луц его соратник который был отстранен в тридцать восьмом году его имя в итоге забылось хотя на самом деле он был начальником гудериана и он положил начало формирования именно танковых войск в том виде в котором они появились и вот эти вот эксперименты с автомобилями когда поначалу что называется воска муки они боевые подразделения это позволило понять все проблемы логистики танковых войск и самое главное гудериан сразу понял что те средства которые должны поддерживать танки они должны иметь с ними равную скорость и вот это родившие еще в двадцатые годы соображения но и стала тем той посылкой из которой позднее вырос близ крик а вот это вот армия вождей это не так и для вермахта очень большой проблемой был именно офицерский корпус когда уволили после окончания войны массу офицеров до их было немало но они не молодели они забывали многие из них успели так сказать в мирной жизни сильно отличься от всех этих военных они все-таки челноками в турцию не ездили но занимались нечто ну да кто там как говорится за кто зубным врачом кем до более ценные были те кто ушел в полицию потому что масса людей ушла так стать в органы правопорядка и затем в 30-е годы офицеров большее количество чем произвели из унтер офицеров их набрали из полиции и и немало военачальников немецкой они во межвоенный период успели послужить в полиции поэтому проблема офицеров стояла очень остро их готовили по сокращенным программам в общем вермахт сталкивался в немалой степени с теми же проблемами с которым талкивались у нас но с одним важным отличием у них не было масштабной гражданской войны раскол общества когда часть офицеров за красных часть офицеров за белых часть что называется разошлись по домам и принимают револьверами но тем не менее так сказать не участвовали ни в чем и позднее всячески дистанцировались от политической деятельности этого всего у них не было у них вот этот офицерский корпус сохранился и не было у них в начале 30 вот это процессов весна когда у нас новое так сказать молодое красное офицерство всячески вытесняло тех кто достался от царской армии Германия вынуждена опять же потому что вот эти идеи фон секта провалились то есть они были вынуждены вне зависимости от политических убеждений набирать себе тех людей которые воевали за кайзера можно ли тогда вот какой вопрос задать был ли рейхсвер или не скобутные а вооруженные силы Германии в то время вот чудом каким то просто в мир такого никогда не видел и откуда появилась теория Блицкрига значит относительно рейхсвера я частично уже это сказал но в целом можно сказать что подготовка оставлял желать лучшего именно из-за недостатка финансирования из-за того что постоянно отвлечения на всякие вспомогательные функции армия германия к началу 30-х годов когда началось вот это вот сбрасывание оков Версаля уже так сказать в том числе и и благодаря тому что союзники смотрели на сквозь пальцы в первую очередь Великобритания не являлся никакой чудо армии надо было очень много делать с нуля вплоть до производства вооружения что-то там заныканное по солиным шахтам артиллерии это все были по большому счету копейки куча проблем и транспорта и вооружения и радио в общем всем надо было заниматься практически с нуля но тем не менее в недрах германии изначально германского военного руководства изначально родилась идея решение одной операции задач войны очень вообще вот этот термин блитскрик он такой вот как все знают но никто не может внятно объяснить относит блитскрик чуть ли не к наполеоновским временам не к временам там войны с францией в 1871 году там первой мировой войны один мой хороший товарищ по этому поводу очень правильно на мой взгляд высказывался что блитскрик был возможен во времена миллионных армий вооруженного народа и массовых мобилизаций потому что в чем была суть блитскрига в срыве мобилизации населения до то что не позволить противнику мобилизовывать все новых и новых рекрутов ставить их под ружье сформировать из них дивизии бригады не бросать на фронт вот срыв этой мобилизации именно не первый даже который объявляется что называется красными афишками в первый день войны или там за несколько дней там недель до начала активных боевых действий а именно продолжение этого то есть пополнение армии из населения когда действительно становится вооруженный народ вот это вот неисчислимой силы который очень тяжело побороть и немцы ставили на то что они успеют отобрать важнейшее предприятие разбить ядро армии до того как им перед ним станет вооруженный народ то есть это было частью генерального плана но это не было не формулировалось в явном виде то есть не было так сказать некого документа в котором было сверху написано теория блицкрига да этого не было но тем менее настойчиво принимали меры которые позволили бы победить противников которые просто превосходили в сумме подчеркну например отдельно франция она не превосходила германии по населению а вот сумма тех стран которые могли противостоять они по населению превосходили вот этот вооруженный народ надо было это предотвратить с точки зрения германского а так вот это строительство танковых войск стало тем средством которое позволило немцам проводить вот эти операции срывать действительно мобилизацию как произошло в сороковом году во франции когда решимость сражаться вроде бы есть но кому сражаться уже нету и все к июню сорокового года у французов просто нет дивизий так сказать нет вот этого вооруженного народа которому можно раздать винтовки объединить их в полки поставить на фронт они это не успели сделать и это достигалось именно операции танковых войск и самое главное немцы придумали что надо не просто рядом с пехотинцем чтобы идет там отделение пехотинцев перед ними там едет танк там со скоростью пешехода это все было ерундой это не решало глобально проблемы нужно было толпу где там десятки тысяч человек одновременно полностью моторизованными с танками как главной ударной силы и вот это все они строили с самого начала и кроме того оперативное руководство вот гудериан изначально был связистом он как бы он не имел технического формального образования но тем менее он в первую мировую войну служил связистом и понимал что связь это то что позволит руководить с передовой то что позволит молниеносно обмениваться радиосообщениями так сказать со штабом дивизии корпуса и быстро реагировать опять же молниеносно реагировать на операции блицкрик молниеносной войны вермахт преуспел в организации войск связи безусловно то есть они очень много уделяли внимание именно созданию средств управления по радио но преувеличивать это не надо мы в принципе это обсуждали на одной из предыдущих передач по 41 году что всегда и помехи атмосферные и само по себе радиосвязь как средство с небольшой пропускной способностью она не была таким чудо-средством само по себе но тем не менее они изо всех сил это развивали не следует думать что с самого начала появились всякие там передовые наблюдатели от люфтваффы там от военно-воздушных сил это все так суть встречалась очень эпизодически поначалу не сразу появились там бронетранспортеры какие броневые группы это все уже было потом сам легенду блицкрига во французскую компанию они проводили в том числе опираясь на радиосвязь при незначительном количестве бронетранспортеров пехота в основном это пехота на грузовиках да авиационная поддержка но только так сказать на одном узком фронте это все они делали но это рождалось уже в процессе боевых действий и нельзя сказать что польша была первым блицкригом потому что часто говорят вот с самого начала там сентября 39 года немцы пошли гвоздить там блицкригами это не так само соотношение сил между германией и польшей оно благоприятствовало тому что польшу быстро разбили без всяких дополнительных механизмов еще опять же говоря настолько польская армия была слабее она и технически была слабее и в доктрине ее упредили в мобилизации то есть в общем побили слабого это никакой это не блицкриг как механизм вот этого срыва мобилизации кто кстати в плане предотвращения вооруженного народа поляков как говорится застали сонными ну практически разбросанной армии по стране и забили грубой силой да кстати Алексей тут опять у нас далеко продвинутый слушатель этот миф уже я его не хочу называть идиотом ну действительно я не хочу называть идиотом и не буду но совместный парад в бресте советских и немецких войск ну по-моему уже давным-давно все известно что никакого парада не было аппарат это вот это как торжественное какое-то мероприятие да то что они там стоят на каком-то ящичке это провожу на право ящики да на ящике это было так сказать провода немцев из то есть одной стране сдавали другой сдавали город вот извините немцы зашли туда куда им не надо было ну своим необходимостью это не возбранялось но естественно надо было уходить обратно да да и естественно они без надзора этого делать не могли да это своим же ходом да это вполне формальная процедура и то что то кстати сами стояли убеждали что все уехали и здесь еще опять же еще один миф это про аншлюз Австрии у нас опять очень любят у нас говорят просто аншлюз и там может быть как убили кого-то из государственных деятелей да даже дело не в этом нас любят поминать о том что вот как немецкие танковые войска облажались в Австрии что они там так сказать останавливались и была куча проблем опираясь на мемуары Гудериану Гудериан естественно он драматизировал ситуацию для того чтобы показать какой он молодец это нормально для мемуариста это надо просто к этому относиться критически вот недавно вышла книга Неринга про строительство немецких танковых войск там она очень написана очень содержательно но не так красиво она вышла на русском языке она вышла на русском у нас издательство там центр полиграфы недавно к вещи радости издала ну так вот и там об этом прямым текстом пишется о том что граждане давайте посмотрим что реально происходило март 38 года достаточно сложные условия снегопады там дороги местами разбитые и просто элементарно неисправны германские танковые войска после недавних учений прошли 700 километров это очень большое расстояние то что они прошли это наоборот было большим их успехом и западные союзники в том числе черчилль здорово недооценили вот этот вот 700 килограммовый 700 километровый бросок это было рождением блицкрига а не каким-то жутким провалом и вот это надо понимать а ну алексей я надеюсь что после новостей вы и еще продолжите про шлюз да потому что вот это практически широким массам слушателей мало известно а у нас сейчас на радиостанции говорит москва новости мы продолжаем нашу беседу с историком алексеем исаевым и алексей последний вопрос на который вы должны ответить после новостей это аншлюз в австрии было ли какое-то сопротивление немцам а ну вот вы сказали что этот 700 километровый бросок вряд ли был оценен по достоинству да он не был оценен по достоинству и не надо забывать что а он не был заранее подготовленным это была импровизация политические события развивались настолько быстро что армию то не поставили в известность им просто сказали ура вперед это к вопросу о бардаке который присущ только одной стране в мире да с бардаком в вермахте в рейхсвере все было в порядке все было в порядке и иногда читаешь немецкие документы думаешь как эти люди умудрились там дойти до Парижа и до Ла-Манша и прочее прочее и и до Ленинграда если уж на то пошло но тем не менее это была импровизация когда проблема еще стала почему марш еще был такой длинный потому что надо было вернуться с полигонов учений на исходные позиции а потом рвануть в Австрию не имея запасов топлива не озаботившись запчастями и я думаю что если такую задачу поставили бы танковым войскам любой другой страны и в том числе там в сороковом сорок первом году результат был как бы не хуже чем у немцев в Австрии и если мы посмотрим на то как у нас проводили аналогичную операцию в сентябре 39 года когда в принципе это был тоже марш без сопротивления нам скажем так советским войскам сопротивлялись немного там в Гродно там еще где-то сопротивление было не ноль в отличие от немцев то есть немцы въезжали так сказать просто в маршевых колоннах в Польшу они в Польшу имею ввиду въезжали они в Австрию въезжали в Польшу это так сказать была нормальная война так сказать с пушками танками и с достаточно чувствительными потерями и с той и с другой стороны то есть и немцам было оказано сопротивление и нашим не ну в Польше естественно немцам сопротивлялись гораздо больше мы приехали уже когда все было практически кончено то есть 17 сентября Польша была разгромлена то есть она продолжала сопротивление была разгромлена так вот если мы посмотрим на действия советских танковых войск в схожих условиях на местами даже меньшее расстояние то проблем было как бы не больше при том что Красная Армия худо-бедно ее хотя бы ставили в известность о том что вот есть так сказать планы вот мы так сказать мобилизуемся опять же имелось протяженное время с 1 сентября по 17 сентября когда все началось когда мы отмобилизовывались готовились у тех кто ехал по Австрии у них даже карт толком не было и вот несмотря на вот этот вот чудовищный бардак то как они доехали выполнили задачи это было вот настоящей личинкой блицкрига не какая там Испания в Испании там были гомеопатические количество танков это был такой ни в коем случае не полигон для блицкрига он был полигоном для блицкрига в отношении авиации но действия танков там не имели никакого отношения к вот этим глубоким рейдом а вот бросок в Австрию это был предвестник грозы который никто не оценил и вот если бы тогда посмотрели и даже у нас опять же не будем пенять только на англичан с французами даже если бы у нас это правильно оценили забегали бы то вполне возможно что мех корпуса сорок первого года были не такими сырыми как они были потому что бегать бы начали что называется хотя бы на год раньше а в целом это была акция конечно с одной стороны объединение двух германских народов то есть только политически сопротивления особого не было да со стороны естественно было давили тех людей которые так сказать политическим противником был потом и австрийцы сами и при установлении нацистской администрации но тем менее никакого вооруженного сопротивления этому не было и точно такой же не было сопротивления оказано когда когда немцы в 36 году за два года до этого оккупировали римскую область и вот кстати говоря отдельные совершенно у нас потому что проходит строкой в таком году немцы оккупировали римскую область французы не оказали никакого сопротивления да и если уж говорить о том когда можно было остановить гитлера можно было его остановить именно в 36 году но на это не пошли и вообще говоря это очень все грустная история во-первых англичане не поддержали при том что были люди в лондоне которые говорили о том что граница британии сейчас проходит по рейну что надо думать а кто эти люди как ни странно премьер министр балдвин это высказывание премьера но тем не менее когда идет вот это вот соревнование партий когда идет кстати оппозиция кричит о том что надо мирно там решать о том что надо сокращать расходы когда вот эти вот все а можно к этому еще отнести извечную английскую политику ослабить этих усилить а потом этих ослабить этих усилить за и заигрывание безусловно это не было целенаправленно политикой вообще вот большая большое заблуждение то что мы вот такие но раз выстраиваем конспирологические теории о том что вот заранее все придумывали просчитывали вот заранее придумывать просчитывание не было было вот это вот я бы сказал и разгильдяйство и недальновидность когда говорили на полном серьезе что вооружение само по себе ведет к войне и поэтому сокращали расходы на вооружение даже самое необходимое и чем была проблема французов кинули англичане сказали не мы не будем вязать внутреполитические свои заботы мы там помирать не будем в этой реинской области вооруженные вооруженные да действительно как я вот что на одной из передач говорил это такая известная фраза английского генерала о том что вы спорите не с со мной вы спорите с потерями на сомме и вот это было именно из этой серии что помирать заново мы что-то не очень хотим самих французов тоже политический кризис перманентный не хватает так сказать современного вооружения кучу денег вбухали в линию мажину опять же почему вбухали в линию мажину потому что на это дали деньги военные сказали давайте построим так сказать гигантский бетонный забор вдоль границы очень хорошее мирное строительство никто нас ни в чем не упрекнет на это дали деньги поэтому они отгрохали от линии мажину опять же она сыграла свою роль в аренском кризисе когда подумали подумали в французском генеральном штабе а у нас в общем линии то мы строим удержание рейна не так актуально и стоит ли ввязываться и вот это не стоит ввязываться она стоила очень дорого вот я тем кто интересуется в военной истории советую книгу американского журналиста уильяма ширера который был такой взлет и падение третьего ряда это именно человека который обладая личным большим богатством он мог спокойно разъезжать по европе наблюдать и вот это все он видел своими глазами просто я для справки могу сказать что уильям ширер уильям эс ширер он был корреспондентом не последней газеты нью-йорк таймс в германии с 23 по 41 год и вот его книга величиподин 3 раха там есть вещи например образование в нацистской германии там еще вот это действительно вот серьезный журналист не читал многим действительно прекрасные исследования да и вот он показал то и он прямым текстом говорит о том что это был поворотный момент это был рейнская область да рейнская область даже не мюнхен даже мюнхенский сговор это был я бы так сказал уже все горит строго говоря хотя войны не было да но уже да уже пошли деньги вооружение уже с запозданием а вот поворотная точка когда действительно гитлера можно было остановить хотя да это пришлось бы останавливать ценой крови и как бы что останавливало французов то что кровь будет немалой потому что да и вот воевать тогда вот если бы тогда воевали вот тогда в марте 36 года что называется примкнули штыки пошли на боши вот тогда история могла повернуться по-другому да а вот дальше это уже только ситуация только раскручивалась раскручивалась и вот нам тут задали вопрос про мюнхенский сгон да вот это уже все горит да деньги пошли гнать и французы и англичане пошли гнать деньги в военную промышленность но быстро нарастить все что нужно они не успевали кроме того немцы это тоже с 36 года по 38 не сидели сложа руки и они сумели создать достаточно сильную авиационную группировку и почему англичане так боялись в 38 году они боялись что их банально зальют химическим оружием что лондон зальют химическим оружием немецкий самолет они их переоценивали но тем не менее это был страх большой английской разведки конечно колоссальный плюс они свое руководство обеспечивали объективные достоверные информации так сказать плюс-минус нет английская разведка в межвоенный период там она в общем по сравнению опять же с немцами она ходила пешком под стол то есть многие вещи там типа радиоигр это все находилось в зачатанном состоянии опять же все из-за бабок как говорит один наш юморист ограничение финансирования соответственно уход талантливых энергичных людей а потом это все наверстывалось уже в последние предвоенные годы и месяцы в режиме горящего пожара и в английской разведке это же вылилось колоссальные жертвы вот эти вот знаменитые немецкие радиоигры с ними в бельгии в голландии во франции когда десятками гибли их агенты и они себя конечно здорово оправдали тем что взломали шифры то есть англичане они себя реабилитировали но это было уже потом а вот когда надо было все оказалось все плохо и поэтому когда пошли на минхенский звук по элементарным причинам нас зальют и при этом прилетят толпы немецких самолетов у нас половина даже больше по моему три четверти пво на бипланах они не их не остановят им нам будет ужасно ужасно и вот эти вот все слова то что говорю в прилетев чем чем берлин я привез вам мир это говорилось для публики для народа да для народа а реально он приехал и сказал граждане у вас есть год на то чтобы вашу бога пво поднять у вас есть год чтобы поднять противолодочные силы то есть то что было под спудом то что сейчас нам уже известно тогда не было здесь не надо вот эти вот слова воспринимать буквально то что он приехал я привез вам мир к этому в скобках звучало на один год тот же чемпель он же не производит впечатление клинического идиота совершенно конечно понимал да тем менее на западе вот может быть так сказать люди незнакомые со стереографией запада они могут думать что на западе так сказать пакт молотова ребятров во все обсуждает да он там на десятом месте главное чему посвящены десятки книг все там историки все понимают они говорят мюнхен это точка который это пирл харбор дипломатический это позор это провал это ужас ужас и про чемберлена недавно вышла книжка которая так и называется что разрешивший гитлера хитлер энейблер по-моему так и называется ну да ну да то что помог гитлеру да 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 они все знают о себе то есть может быть так сказать пропагандистских передачах еще чего они начинают гнать на советский союз но прекрасно понимают что было так сказать еще книга шесть встреч изменивших наша пропаганда тоже выставляет чемберлен идиот ну это же не так да у нас агитпроп агитпроп опять же в силу может быть слабого знакомства с там первичной документацией халтурной работы приписывает например чемберлену фразу что вот он летал из мюнхенга вот теперь сказал он гитлеру ваши самолеты могут нацеливаться на советский союз да это фразы скорее всего никогда не произносилась не могла быть произнесена все было гораздо так сказать хуже это было не натравливание на советский союз как советский союз был на периферии политики в общем то мюнхен случился в том числе потому что недооценили возможности советского союза это был личный провал конкретных людей а ведь англичане и французы готовили авиаудар по боку это было нефтяным это уже беготня у них началась позже когда так сказать они своим опять же ширер честно пишут что вот что вы хотите от сталина его кинули в мюнхене и что вы от него хотите ну вроде бы он предлагает объединиться против гитлера поляки говорят что мы ваши войска не пропустим сегодняшний поляки куда союз это приходит они не уходят извините тогда советы еще никуда не приходили да как бы явившийся опыт да и опять же речь шла о переговорах перед войной в августе тридцать девятых хотя бы внятный военный план когда увидели что в союзе нет не внятного военного плана увидев вот это все так чудовищный барнак а правда что прислали каких-то бригадных генерал не ну скажем так прислали тех людей которые не жалко было пожертвовать если вдруг случится война ага и они и они останутся в советском союзе если вдруг там чего-то будет не так и поэтому их не послали например на крейсере то есть самое разумное вот что чем был ход вот чем могли купить сталина это посадить делегацию ну она была в принципе достаточно уровнем не таким уж плохим это посадить на крейсер скоростной чтобы на пули прилетела так сказать в ленинград и переговоры начались раньше вот это было сделано не было да и в итоге как бы видя что к нему относятся наплевайтеськи товарищ сталин сделал правильные выводы это можно осуждать сейчас задним числом да это могу можно было так сказать стиснуть зубы так сказать проглотить все горькие пилюли ввязаться непонятно во что но тогда никто не знал что как она все будет развиваться и у нас да у нас недооценили вот этот марш по австрии тоже да все недооценили для всех это было неожиданно не все видели что германию вогнали в руину что называется сожгли все винтовки им так винтовками было вооружить себя не говоря о том чтобы создать меч который будет крушить направо и налево целое государство поэтому остался еще еще одно историческое событие это чехословакия вот как раз где ты потом все остальное есть я ну по крайней мере я встречался в каких книгах которые я читал что если бы чехи решили воевать они безо всякой помощи справились тогдашими немцами так это или не так в одиночку безусловно бы не справились несмотря на то что у них были серьезные укрепления они численно уступали немцам кроме того немцы обладали навыками штурма укрепления по опыту первой мировой войны штурмовые действия это у них было с самого начала и скорее всего так сказать просто укрепление они бы преодолели и без так сказать организованного воздействия со всех сторон чехи бы сами не справились обладая численным превосходством их бы так сказать пробили в одном месте эти укрепления и дальше остальные бы как лидима женой им бы все просто тыл вышли и потом собрали в пленстве как было в сороковом июне сорокового года когда в одном месте пробили и дальше уже так сказать развалы окружением то же самое произошло в чехословакии то есть чехословакии сопротивляться в одиночку было без всякой в общем то а у чехов есть вообще традиции сопротивляться в 68 году они думали что натовские десантники высадятся и их защитят значит тогда в конце 30-х они думали что опять англичане с французами придут и всех спасут но почему то сами они не хотели бы не но сами они когда над тобой нависает громада так сказать германия тут но страшновато тут тяжело осуждать потому что маленькое государство это вопрос это ни в коем случае не осуждение были люди которые готовы были сопротивляться опять же пилоты которые потом и во францию перелетели да и потом из франции после ее падения перелетели в англию да то есть были люди потрет своей страны и альдоры сражались с нацистами как говорится до конца но перспектив вот конкретном 38 году не было а вот дальше прозвучал уже окончательный звоночек весна 39 года когда немцы оккупируют всю чехословакию да полностью в этом немного поучаствовали поляки там то есть в общем это все истории поляки сейчас говорят мы взяли то что нам полагал классная это отличная отмазка конечно но тем не менее история была некрасивая но что сделано было в мюнхене то сделан то есть взяли паузу на год вот эту паузу держали то есть вписываться весной насколько алексей как эту паузу использовал вермахт немцы во первых немцы эту паузу использовали для освоения чехословак полученного чехословаке имущество им досталась масса вооружения вот опять же проблема которая у них была производства орудий производства стрелкового оружия они все это высосали с чехословакских складов они масса и танки это для них было важным подспорьем то есть то что отдали немцам вооружение там двух десятков дивизий так сказать по самым скромным подсчетам это серьезно ухудшило соотношение сил в последующем то есть чешские гаубицы потом севастополь штурмовали как говорится до шли до ленинграда и чешские танки в подмосковье останавливали поэтому это было серьезной ошибкой именно политической и переоценкой противника и только ухудшал ситуацию то есть уже горел огонь и ситуация непрерывно ухудшалась вот то что делали немцы они непрерывно наращивали свою мощь заводы работали уже так сказать в режиме военного времени вот алексей вы об этом говорили насколько было немцами улучшена подготовка офицеров подготовка офицеров они опять же опиралась все же на то что у них были учителя имевшие опыт первой мировой войны они призывали так сказать массу людей из запаса кроме того спешно готовили новых офицеров увеличен был темп производства офицеры унтер офицеров и перспективных солдат то есть их направляли на учебу офицерские курсы и сокращением подготовки с четырех лет которая была стандартом для германской армии до первой мировой войны сократили до двух лет и вот это вот время опять же которое тикало с 36-го года они использовали на всю катушку для производства офицеров причем им же надо было и для лифтваффе это все готовить и для танковых войск и для СС то есть им пришлось закрывать несколько направлений но в целом естественно подготовка офицеров она начинала страдать и вот то что у них был опять же период странной войны вот когда с осени 39-го года до весны 40-го года у них было несколько месяцев когда полностью отмобилизованная армия занимается только боевой учебой если французы занимались это же совсем немалое время это немалое время при том что французы в этот же момент продолжали силами войск которые сидят в укреплениях продолжать строить эти укрепления то есть что называется превращать боевые части в страйбат и от этого тоже ничего хорошего не произошло и в плане так сказать недовольство солдат своей так сказать тяжелой судьбой и боевой подготовки немцы напротив четко готовились к тому чтобы наступать двигаться вперед и проводили учения разные уровни и то что они начали строить еще в начале 30-х вот эти танковые войска они были доведены до высочайшего уровня готовности опять же в них хотя бы поверили потому что до войны даже вот в период там 38-го года на учениях говорили танкистам прямо говорили пехотные командиры вы сейчас там гоняете там вы там придумываете о перспективах но как начнется война мы будем применять так как мы захотим вот это умудрились переломить за последние два года перед сороковым годом вот это вот вот это кому это честь принадлежит я фамилии не назову это командир 11-го корпуса который вот на очередных учений на ленинбургском полигоне который сейчас полигон нато то есть с давней истории вот так прямо было и сказано что вы танкисты знаете свое место знаете свой шесток поэтому если бы не нашлось достаточно решительных командиров вполне возможно что верман выступил бы гораздо хуже чем он выступил в реальность то что не были опять же не люди из казани все же стали да 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 а стали командиры с большим опытом когда первой танковой группы командовал эваль фон клейс то есть человек с большим авторитетом в войсках и с большим боевым опытом первой мировой войны много пошло кавалеристов немало из пехоты потому что не наберешься достаточного количества решительных людей из кавалерии да поэтому в том числе ставили пехотный командир но тем не менее длительное время строительства и то что вот в тридцать восьмом году была создана инспекция подвижных войск шнельтруппен это позволило немцам вот эти все тенденции ретроградские переломить поэтому это большое заблуждение что вот встали на рельсы и понеслись и строили вот сугубо так сказать великую армию для великих побед нет это все шло очень извилистым путем вот алексей смотришь хронику сейчас появляется огромное количество наверное это было трофейное засекречено идут немецкие войска колоссальное количество гужевого транспорта да это действительно так и здесь надо сказать что вермахт он же опирался в отношении пехоты на лошадей вот если красная армия поставила себе задачу в конце тридцатых избавиться от гужевого транспорта в стрелковых дивизиях избавилась в основном я имею ввиду артиллерийские полках то вермахт артиллерийские полки передвигались лошадками у них было по две тысячи лошадок на артиллерийский полк вот это вот колоссальная колонна как у чингисхана они в общем чингисхана я думаю по количеству поголовье лошадей превозошли но тем менее это дополнялось тем что артиллерии танковых дивизии и артиллерия резерву главного командования вся передвигалась на скоростных тягачах каждый из которых стоил не столько же сколько легкий там 50 тысяч марок поэтому это был как говорится древко копья его острие вот острие были танков остальные были деревянный пасконный на лошадку новости на радиостанции говорит москва беседу с алексеем исаевым мы продолжим в следующем части продолжаем нашу беседу с историком алексеем эссеевым алексей там продвинутый еще один слушать у которого интеллект несколько нет я наоборот я говорю что у меня всегда радует когда нового поколения все же интересуется историей вот максим ионов 17 лет спрашивает не это так судьи юношеский максимализм мы не будем отметать и почему гитлер отказался от торжения в англии как предлагал манштейна пошел на советы ведь он мог там одним ударом я не буду полностью зачитывать суть вопроса ясна для того чтобы высадиться в англии у немцев летом и осенью в начале осени сорокого года просто не было соответствующих средств попытка была обречена на провал если бы они озадачились быстроходными там десантными баржами году тридцать восьмом тридцать девятом и имели яичко христову дню летом сорокого года тогда да может быть у них были не нулевые какие-то шансы в конкретном сороком году операция морской лев была обречена на провал это не оставляет никаких сомнений поэтому предпочел фюрер идти другим путем и расправиться с последним соперником на континенте так но нас еще спрашивают может быть две тысячи лошадей полагалось на дивизию нет именно на полк немецкие пехотные дивизии насчитывали со всеми средствами до двадцати тысяч человек личного состава и до шести тысяч лошадей я поэтому говорю о том что такие наследники чингисханы так что при том что это были арийцы не ну у них понятно что были лошади породистых видишь такие здоровенные лошади которые не похожи да здраво они оттягали вот эти тяжелую артиллерию тяжелые полевые гаубицы но при этом была да у нас еще тут спрашивают насчет того что вот сколько вооружений дайте количество вооружений произведенных сорок первого года чисто германии без сателлитов сср видимо намекая на пресловутые двадцать тысяч советских танков а вот если посчитать сколько скоростных тягачей в советском союзе произвели это будет цифра ноль там или некоторые другие средства аналогичные или там сколько было брендин транспортеров 41 году немцы хоть там один батальон в элитной первой танковой дивизии и там отдельные роты у нас вообще ноль и что и что мы сравниваем точно так же например тяжелая артиллерия которая для немцев гаубицы 210 миллиметров кидавшаяся снарядами весом в центр была обычным делом на всех фронтах течение всей войны у нас это по крайней мере в начале войны это все же была экзотика большую мощность ее берегли за всех сил и во многих местах так сказать 42 году их вообще не было были под питером под москвой а где-нибудь вот например под харьковом этим уже были проблемы под сталинградом появились только в осенью так что что считаем поэтому считать надо все в сумме и не надо считать опять же немцев идиотами что они не произвели там 10 тысяч танков у них там были свои соображения на этот счет они предпочитали заводские мощности использовать в том числе для скоростных тягачей потому что мы пошли как я уже сказал у нас сделали машину отличную для стрелковых дивизий такой трактор ст за 5 на те он позволил нам сократить численность стрелковой дивизии с 17 до 14 тысяч человек за счет моторизации увода от всяких коноводов ездовых и прочего нас это облегчило жизнь в отношении численности армии мобилизации прочего но тем не менее это было полумеры ввиду того что не было скоростных тягачей для тяжелой артиллерии для механизированных частей и насколько вот да алексей вот такой вопрос насколько вермахт был готов к юниус сорок первого или вот я даже по другому сформулирую это было волевое решение или абсолютно подготовленное все что надо было готово и тогда все и началось вермахт в сорок первом году находился безусловно на вершине своего могущества и технического совершенства и самое главное в тот момент немцы могли использовать против советского союза подавляющее большинство своих авиационных соединений столько самолетов сколько они бросят на нас в первом году в последующие годы они никогда нам не против нас не бросали потому что начали все же худо-бедно союзники давить с воздуха приходилось выводить авиационные части средиземного моря там на западный фронт вот такой массы авиации которая была у немцев в первом году не было и помимо этого вот этот инструмент войны немцев танковые группы о которых я неоднократно говорил и считаю это важно подчеркивать 150-200 тысяч человек полностью моторизованных способных проходить там сто километров в день в том числе и с боями а маршем и больше их было четыре штуки они были задействованы на всех направлениях и это стало предпосылкой для разгрома целых фронтов немцев были средства того чтобы это делать громить целые фронты но при этом не надо делать из вермахта вот чужого вот такую как говорится машину убийства которая не имела никаких внутренних противоречий внутренние противоречия были в том числе в лице ретроградов которые не понимали как использовать танковые войска такие тоже были это например фон лейб который командовал группой армии север он не особо себе представлял как вводить в бой танковую группу ему дали элитную там первую танковую дивизию а он в общем не очень то представлял как это делать будучи сугубо пехотным командиром точно так же рейхенау командующий немецкой шестой армии убежденный нацист можно сказать верный фюрера на сто сорок шесть процентов но тем не менее он не сильно себе представлял как махать вот этим мечом танковых войск то же самое было и в группе армии центр на самом деле немцы не доиспользовали тот потенциал который у них был они могли бить и на большую глубину и крушить второй стратегический эшелон на линии днепра но из-за в том числе из-за ретроградов внутри армии они это делать не смогли и это стало одной из их ошибок ошибки делали не только красные командиры ошибки делали в том числе их противники и вот этот вот баланс ошибок он приводит тому что все развивается ошибки делали американцы безусловно все все и теперь у меня два вопроса по красной армии да значит первый вопрос хорошо немцев там был версаль ну определенные вещи которые до поры до времени практически их парализовали а потом мешали красная армия красная армия на мой взгляд сдерживалась в первую очередь тем что мы были в двадцатые годы все же бедной и малоиндустриальной страной у нас не было достаточно средств имею ввиду финансовых в первую очередь чтобы строить армию соответствующую опасностям которые нам грозили в недалеком будущем потому что что будет вторая схватка за Европу это было несомненно и все понимали что это рано или поздно будет строить все там с двадцатых годов нам мешали экономический фактор красная армия насчитывала в тридцатом году тысяча тридцатый год шестьсот тысяч человек это конечно не сто тысяч на рейхсверх но на огромную страну раскинувшуюся так сказать от балтики до с такими границами с кучей проблем потенциальных противников в том числе на дальнем востоке потому что япония то в начале тридцатых оценивалась как очень серьезный противник шестьсот тысяч с небольшим там шестьсот тридцать это ни о чем включая территориальные дивизии которые набирались из определенных областей что сдерживало их переброску на угрожаемое направление вот с этим всем мы пришли к моменту когда к власти в германии пришел гитлер и все ближе и ближе стал надвигаться момент вот это схватки за европы в общем то за существование нашей страны начали спешные меры предпринимать но тем менее лето тридцать девятого года красная армия насчитывает 1 миллион девятьсот тысяч человек причем до этой цифры она выросла не так давно когда была введена всеобщая воинская поведение скажем так формально формально она была введена 1 сентября тридцать девятого года но это всеобщая воинская повинность которая констатировала тот факт что всякие так суть недру элементы недружественные они вот у нас изжиты то есть только в этом была суть но тем менее мы могли пропустить через армию не так много народу за счет опять же ее численности и что такое красная армия летом тридцать девятого года это так называем дивизии трачетки пять тысяч двести человек из этой дивизии в случае объявления мобилизации должно было так сказать простым делением образоваться три дивизии по семнадцать тысяч человек то есть в десять раз почти возрасте численность с изыманием людей с запаса так сказать с мобилизацией людей и понятно что боеспособность вот таких вот развернутых тройчаток по крайней первой неделе даже месяц их существования не будет прямо скажем невысокой и вот если опять же представить себе товарища Сталина в высоком кремлевском кабинете только что послушавшего товарища ворошилова про ту ахинею которая несет англо-французская делегация на переговорах почитавшего доклад маршала кулика о том что надо бы разворачивать наши эти злосчастные тройчатки во что-то более съедобное понятно что область решений политических в том числе у него прямо скажем не широка и вот этих намелен надо мобилизовать тройчаток завтра бросить их в бой это перспектива прямо скажем не светлая и потом алексей вы же сами в одной из передач говорили что рабочая крестьянская красная армия скорее всего была крестьянская поэтому была проблема с тем чтобы комплектовать технические танки да опять же артиллерия которая требовала все это росло очень быстро опять же мы строили все же свои танковые войска немало степени с оглядкой на другие страны и вот эта оглядка привела к тому что скачок в численности танковых войск он произошел именно в два предвоенных года то есть если бы мы как немцы начали строгать танковые дивизии там в тридцать пятом году то возможно рост был менее резким а так огромные скачки опять же кадровый кризис когда надо ставить танковых командиров во главе механизированных корпусов на их не хватает и в том числе вот что там несомненно нужно коснуться все же репрессии да это обязательный вопрос потому что ну я да поэтому мы оказались в ситуации когда экономику подняли то есть первая пятилетка вот можно говорить сколько угодно там что там советский пропагандизм да пропагандизм там тоже присутствовал но мы здорово поднялись в экономическом отношении и если так сказать в командир красный тридцатого года в рваных сапогах живущий в доме с протекающей крышей это была так суровая реальность уже в середине в конце тридцатых экономическое развитие позволяло привлекать в армию вполне достойных людей и это было хорошей карьерой в том числе для любого молодого человека которого заканчивает школу для него пойти в училище и пропагандизм его к этому подвигали так сказать огромное количество советских фильмов того времени ну те же трактористы и трактористы хотя бы хотя военные ругали эти фильмы военные да то есть как вот чувствуется вот как они смотрели фильмы и плевались о том что как показывается какое чудочное разгильдяйство что командир вместо того чтобы командовать как говорится как мамка с детьми со всякими разгильдяйствами вот это обязательно сюжет Иванушки Дурачка когда самый разгильдяйский экипаж вдруг оказывается победителем да и военные как раз ругали советский кинематограф за так сказать малореалистичность и за то что так сказать вот это вот вместо показа упорного труда Емеля вытащил щелку так экипажа дурачков да и раз и раз раз и в дамке но тем не менее пропагандизм шел и масса для этого было привлекательно это позволило улучшить ситуацию но тем не менее вот эти вот годы прямо скажем нищенского существования вооруженных сил они сказывались и строить новую армию было тяжело хорошо алексей и теперь вот мой точно последний вопрос вам там если вы сочетете нужным о чем-то еще говорить конечно репрессии репрессии в красной армии я все-таки со своей то есть когда тухачевский и его компания приходит к сталину и говорят что они недовольны назначением наркома обороны но более наверно не терпелить человека стрелял бы сразу в кабинете это попытка военных оказать влияние на политику государства так не бывает да безусловно военные я просто хочу чтобы вы на это ответили развернутые как вам свойственно спокойные объекты да здесь хотелось бы сказать что нужно все же прислушиваться к людям которые тогда жили и симонов которого я бесконечно уважаю он говорит об отрицательной роли репрессии и поскольку он вращался в военной среде он это мнение выработал не на пустом месте и не так сказать от ненависти к товарищу стальну он человеком был очень внимательным который везде бывал поэтому к тому что он говорит репрессии плохо надо прислушиваться есть проценты известные я и на вас на передаче всегда говорю что от численности офицерского корпуса командиров так сказать красной армии 41 года репрессируем составляли 4 процента это как бы суровые цифры и мировым научным сообществом там есть такая книга вынужденные солдаты сталина риза из канзасского по моему университета он там прямо пишет что быстро нет нет ну в оригинале кстати она доступна и я думаю что желающие могут ознакомиться это основной причиной проблем с офицерами в красной армии был ее быстрый рост это перехлёстывало репрессии как действующий фактор но тем не менее нельзя репрессии недооценивать и я вот опять же говоря о людях того времени читал я допрос такого полковника Данилова который командовал 156 дивизии осенью 41 года в крыму человек очень осторожно алексей исаев только что написал книгу о войне в сообществе я не один написал я хотел только что он был в коллективе авторов она вышла уже все она выйдет до нового года совершенно я на это очень надеюсь так вот человек абсолютно к немцам не с раскрытой душой очень осторожно отвечавший на все вопросы по организации по всему то есть человек явно не готовы к тому чтобы завтра вступать в районе в какой ранее вступил он погиб в плену тем менее он сказал прямым текстом что репрессии оказали негативную роль на развитие красной армии то что мы потеряли там многих командиров прочее то есть человек в принципе вынуждены на откровенность сказал практически то же самое что сказал симонов и явно это мнение было не единственным кроме того приведу такой вот мой любимый пример в этом отношении опять же идет от симонова который видел лично генерала лизякова под борисовым но он его не назвал по имени насколько я помню он просто сказал так маленький генерал с орденом человек который владел возможностями он руководил первым тяжелым танковой бригадой знал возможности тяжелой техники все проблемы которые она вызывает человек был последствием в результате четвертой танковой дивизии в белостокском выступе которых много новых танков то есть тяжелая техника командует в общем-то случайный человек по фамилии почему оказался на его месте не лизюков лизюков ехал какой-то заштатный механизированный корпус после вот этой своей отсидки которым было полтора учебных танков в итоге командовал так сказать какими-то ошметками под борисовым и в результате вот это четвертое т.д. которая обладала кулаком из пары сотен новых танков которые способны были ездить передвигаться она в общем сгорела может быть с меньшим толком чем могла быть использована и вот репрессии они оказали безусловно негативную роль хотя их не надо считать причины поражения причина они не являются ни в коем разе тут как говорится роджер рис нам в помощи статистика все на свете говорить о том что например военная теория красной армии была отброшена в кавалерийскую хоть просто хине да это были боевые уставы которые никуда назад не шагали было так сказать преподавание которое опять же никуда не было свернуто наоборот исследование действия механизированных частей соединений оно перед войной благополучно развивалось уставы развивались опять же поступательно и большое внимание в них уделялось именно использованию новых образцов техники возможно так сказать в некоторой степени можно сказать что у нас было снижено внимание к стратегической авиации то есть если до этого это был один из приоритетных направлений развития но я считаю что это скорее правильно что у нас не стали развивать дорогую и не очевидной эффективности стратегическую авиацию ущерб авиации которая действует на поле боя этот излом вот такой который реально произошел 37 38 году он был объективно обусловлен и это делали правильно поэтому тут нельзя осуждать туда если в танках ничего там вот этого никакого резкого излома не было и всякие перетряски начались уже перед войной по опыту свежих блицкригов ну или точнее скажем так увидев что явно что-то происходит то в отношении авиации были свои так сказать перегибы перекосы и прочее но они уже не имели прямого отношения к вот этим вот изменениям военной теории так что репрессии да плохо но не причина поражения но с другой стороны живите ни в коем случае не оправдание но людей троцкого то надо было не понятно что оборотной стороной если так сказать не наводить порядок в вооруженных силах но опять же это касалось все же таких вот для меня человек сугубо штатский конечно я но когда высшее военное руководство приходит к политическому руководителю страны чья власть еще не не абсолютно не очевидны и так далее и говорят что они недовольны но это мятеж ну в общем скажем так недовольство все же там в верхах они взаимоотношения все же не командир рот и командир взвода нет понятно что могут быть дискуссии но тем менее резкое своеволие людей которые становились что называется у себя удельными князьями это естественно никому не радовало другой вопрос что была же и масштабная чистка так сказать по формальным признакам это да да и поэтому для армии вообще характерна клановость то есть понятно что когда приходит новая метла она за собой приводит своих людей это разрастается это нормально строго говоря это неплохо это 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 так это так есть да поэтому когда убирают одного на за ним тянется вот этот вот хвост клана так сказать теряют люди доверия но в целом при всех при понимании того что надо было наводить порядок в противном случае вполне возможно что товарищу сталина бы тоже как гитлеру подсунули чемоданчик то есть могли быть проблемы вот из этой надо безусловно признавать отрицательный эффект который сказался то есть это сказалось после вот теперь у меня к вам последний точно скажите пожалуйста попадался вам где-нибудь мне это я нигде в документах мне это было сказано одним человеком что перед войной сталин отдал военную контрразведку в руки военных я с одной стороны не могу поверить что чем ну не было всегда конкурирующие службы то есть всегда во первых армейская была разведка контрразведка нет армия главный развед управления или как она так это я понимаю но особый отдел это всегда было управление нквд вам это не попадалось нет вот я вот а я вот все потому что косвенных то да то есть почему смеш была тоже догад а почему а что почему его особое отдел не устраивали все бог с ним это вопрос который остается если вы хотите сами что-то добавить вопрос да задавали пожалуйста вот мое так сказать злые слова в отношении советских тракторов естественно вызвали реакцию наших слушателей вот говорят советские тракторы считались ценным трофеем они ценным трофеем считались для пехоты немецкой которая так сказать на лошадях по ледяным дорогам скакала и в общем никого удовольствия от этого не испытывал и для них какой-нибудь там сталинец это было хорошее подспорье для того чтобы чего-то там из распутицы у села верхние но именно подспорье да именно подспорье а механизированные части артиллерии РГК со своими так сказать скоростными тягачами которые иной раз лучше чем советские танки выступали это вот было в белостокском котле когда некая речка маленькая заболоченными берегами и немецкие полугусенички ее переезжали в лед а Т-26 и БТ в ней застряли это так сказать рассказ очевидца поэтому это было болью и проблемы красной армии в течение всей войны то что у нас было куча сельскохозяйственных докторов вместо лошадок это с одной стороны хорошо с другой стороны например вот такой есть очень хороший наш умный военный Петров прошлое с нами его мемуары выходили в Киеве уже в перестройку он прошел киевский котел и вот он начинал войну как раз на тракторе СТЗ-5 и он говорит топливо кончилось все лошадкам хотя бы можно сено найти а тут топливо кончилось все аут бросаем трактора сжигаем бросаем пушки и все то есть это тоже имело свое отрицательное значение уход от лошадок в артиллерийских полках но ведь опять же в одной из ваших бесед у нас на радио вы же говорили о роли кавалерийских но это да да но все равно это не та скорость новости на рейтинге говорит москва в следующем получасе Алексей Исаев ответит на ваши вопросы и в последнем получасе программы Алексей Исаев ответит на ваши вопросы напоминаю номер прямого эфира радиостанции говорит москва по московскому коду 495 7373 9 4 и 8 здравствуйте пожалуйста ваш вопрос здравствуйте это Александр здравствуйте вот у меня вопрос такой применение против воздушных целей подхаркингова принесло большой успех а потом и пошло на место даже немцы не принимали это самое не применяли эти ракеты и крабители против армата бомбардировка почему так произошло спасибо но успех все же был условный реально ракеты обладали низкой точностью это касалось их сухопутного применения и воздушного поэтому их они не получили широкое распространение пока не появились управляемые ракеты уже после войны после 1945 года семь три семь три девять четыре восемь ваш вопрос алексей здравствуйте алексей скажите пожалуйста вот в апартеллере говорили а вот дальномеры у немцев на каждой и были и плюс еще эти рамы авиакаре картеревших артиллерийского огня это позволяло делать короткий артнолет как все фронтовики наши теперь каждая так немцы только короткий артнолет точно по целям спасибо скажем так наверное все же речь не о дальномерах а отделениях артиллерийской разведки то есть вскрытие позиции наших батарей то есть вот это было их преимуществом потому что артиллерия это стреляет по карте это для зенитчиков актуальны дальномеры для моряков в данном случае вопрос в привязке это по привязке и правильному определению целей этим людям передовым наблюдателем что касается рам то опять же это все несколько преувеличено они были далеко не везде не у всех но в целом если говорить об артиллерии то немцы нас длительное время где-то там с осени сорок первого до лета сорок третьего года превосходили по количеству выпущенных боеприпасов и это и обеспечивало им успехы в наступлении в обороне как говорится богатая страна у нас с осенью все более ухудшалась ситуация из-за захват пороховых заводов ситуация с порохом была не столь благополучной поэтому немцы выигрывали артиллерийские дуэли зачастую мы местами у них вырывали пальму первенства опять же возвращаясь к крыму которым я занимался скажу что в декабре сорок первого года под севастополем мы у них вырвали пальму первенства по артиллерии на артиллерию обороны севастополя в значительной мере опиралась но в целом да выигрыш артиллерийской дуэли это и ржев и начальная фаза сталинграда это ухудшало ситуацию красной армии 7373 948 ваш вопрос здравствуйте добрый день алексей скажите пожалуйста а вот если сталин вы про репрессии затронули тему вот он понимал что он делает что он репрессирует такое количество генералов и все прочее военно-начальников для того чтобы ну то есть он что думал что прокатит или он найдет замену моментально вот этим репрессивным людям а вы исследуете вопрос почему я скажем так я советую если вы интересуетесь вопросов есть такой автор у нас черушев который и статистику дает и кого репрессировали в целом это была во первых борьба за власть во вторых чистка по формальным признакам тех людей которые считалось что им нельзя оказывать доверие это касался всей страны вот 37 38 год это чистка по анкете это не за какие-то реальные заговоры а если почитать вот он в интернете сейчас выложен это оперативный приказ Ежова номер 00447 вот можно гугли набрать почитать там не написано что за какие-то реальные преступления там просто по формальным признакам там всякие дошнаки там там очень длинный список перечислений вот здесь на вашем месте это кстати слушатели тоже советцы делали Александр Колпакиди разведка политическая в процентном отношении пострадала больше всех там вычтили по моему чуть ли не 60-70 процентов состава а вот вы узнаете почему так произошло и кстати говоря тот же самый Николай Иванович Ежов это Александр Колпакиди рассказал начал проверять анкеты чекистские и выяснилось что там очень много вранья а у некоторых высокопоставленных разведчиков родственники спецслужбах Австрии Венгрии и Австрии Германии и узнаете что Сталин разведку практически разогнал политическую а вот вы узнаете что он сделал заранее и кто остался и кто потом пришел а там Сталин в особенности очень трогательно вы сказали прокатит вот Сталин так и думал прокатит потом добавил бы как бы а потом поправился на самом деле 7373948 ваш вопрос Алексею Исаеву скажите пожалуйста а вот почему пишут фронтовики что они получили прибалтийский округ 19 числа на границе а из Бреста даже войска в летние лагеря не выводились и немцы кидали снаряды прямо в гуще наших солдат в казармах значит прибалтии это мы обсуждали на одной из предыдущих передач в общем прибалтийский округ был в некоторой степени исключением поскольку там считалась политическая обстановка неблагонадежной там приняли меры улучшающие так сказать готовность но не более того там тоже были в летних лагерях а брестская крепость это единственное место на советском германском фронте где действительно казармы были в упор границы нигде больше такого не было поэтому нельзя опыт брестской крепости распространить на всю красную армию вот тут нам задали вопрос не будет ли кощунством сказать что пороха нам поставляли американцев это не будет кощунством я вам даже скажу конкретную цифру в сорок четвертом году тридцать процентов порохов были ленд-листские но это в сорок четвертом и это тридцать процентов а не стой не а кто алексей вот алексей рассказывал про ленд-лист здесь и ну да никто кто же будет отрицать кто же будет отрицать такие вещи да опять же вот цифра сорок тысяч апрессированных офицеров да эта цифра ходит из здания в здание ее многократно в принципе разбирали так вот эта цифра уволенных из армии по всем причинам не следует думать что уволены да уволены это включая тех кто там и по здоровью извиняюсь за воровство но расстреляна из них была меньшая часть меньше двадцати пяти процентов это те люди которых уволили поддали под суд расстреляли это известный документ такой записка щеденко которым это все подробно по всем категориям разбирается многих из тех кого тогда уволили в том числе по политическим мотивам потом возвращали вот опять же читайте черешов обратный поток да был обратный поток вот говорю черешов автор который подробно разбирает там и про возврат и про то кого репрессировали все это подробно со статистикой и конкретными примерами разбирается у нас как известно вернулись и Рокоссовский вернулся Мерецков да Говров вернулся то есть Горбатов прошу прощения прошу прощения Горбатов да Цветаев например это был командующий 33 армии под Берлином ваш вопрос Алексею Висаеву здравствуйте да пожалуйста добрый добрый день добрый скажите вот такой вопрос мне однажды приходилось в истории одного человека в диспуте Он говорил так, а что мы обсуждаем, Нюнхен или Пакт Молотова, ведь советские войска вышли на линию Кирзона и введены были после того, как польское правительство бежало уже в Бухаресте на 16 сентября, объявилось. — Да, вопрос понятен, но хотелось бы подчеркнуть красным карандашом, что на момент принятия решения о том, что мы входим в Польшу, мы понятия не имели, где находится польское правительство. Все решалось вне зависимости от этого. Все приказы были подписаны к тому моменту, когда польское правительство еще ни в какую Румынию не уезжало. Поэтому было принято решение, но решение вполне, так сказать, соответствующей обстановке, более того, то, что польский главнокомандующий говорил, красной армии не сопротивляйтесь, он тоже реально оценивал обстановку, что все уже кончено. И вопрос о том, что будет дальше, возможно, в немалой степени решится участием в будущей войне красной армии. И, кстати говоря, когда вот у нас почему-то политику, большую политику, люди рассматривают с точки зрения морали. Польша оказалась между мощной Германией и огромным Советским Союзом. И они приняли, судя по всему, неверное решение. — Да, недальновидная политика, она сыграла свою роль в том, что происходило именно так, как происходило. Один дежурный американец, который постоянно мелькает у нас на телевидении, вот он... — Майкл Бомбом. — Зачем нас честен? Он сказал великолепную вещь, он проговорился, он выдал буржунинскую тайну. И вот говорят, да почему там, ну у нас там, эти телепроповедники, пропагандисты-агитаторы, да как вы смеете это делать, да как смеете то делать, да как смеете пятое делать? Он сказал, делаем, потому что можем. Почему мы в Сирии? Потому что можем. Потому что можем. И что-то американцы не шибко летают там. А турки вообще не летали после того, как сбили самолет. Просто не летали. Сильные в большой политике. Это сильные. А все остальные подстраиваются подсильно. Извините. 7373948, здравствуйте. — Алло? — Да, пожалуйста, здравствуйте. — Это, Лариса, спасибо за такого гостя, знаменитого. У меня он самый лучший военный историк. — Спасибо. — Алексей, а вот вы знаете, у меня, например, дед воевал как раз кавалерии, а про нее очень мало рассказано. У Котиева и у этого самого Доватора, а потом под Варшавой был ранен и остался жив. Но вопрос у меня об этих островах прибалтийских. О них у нас совсем мало что знает. Ведь там было сопротивление очень сильное нашей Красной Армии. Вот что с ними стало, и как это вообще подействовало на блист-стрик. — Спасибо, Лариса. — Потому что немцы об этом говорят. — Спасибо. — Да, спасибо. — Алексей, у меня просьба вот какая. Лариса в самом начале вопроса, она упомянула о кавалерии. Алексей, конспективно. — Да, я так скажу, что кавалерия, вообще говоря, была кадровой элитой Красной Армии. Она пережила минимум вот этих перетрясок. Если танковые войска постоянно перетряхивали и от командиров туда-сюда тасовали, это не лучшим образом сказалось. Только кавалерия это все не пережила. Ничего такого у них не было. Поэтому был стабильный, достаточно командный состав с хорошей физической формой и хорошей выучкой. И поэтому у нас все кавалерийские корпуса 1945 года были гвардейскими. Это была советская такая полумотопехота. Она, естественно, двигалась медленнее, чем на автомобилях. Это не полноценная замена мотопехот. Но, тем не менее, свою нишу, особенно в местах, где лесистая местность, где мало дорог, они выполняли с большой результативностью. Просто для них нашли направление, где их использовать. И всю войну использовали весьма эффективно. И зачастую они на Балатоне даже с королевскими тиграми сражались. Кавалерия участвовала даже в берлинской операции в лесах к юго-востоку от Берлина. Поэтому это было такое, что называется... Их было немного в общей численности, но это была такая элита Красной Армии. А если вы говорите об островах... Да, вот островах. Там Сарима, вот эти вот... На них осталась одна стрелковая бригада, третья стрелковая бригада. И она сопротивлялась аж до октября. С июня? Не, ну в июне, понятно, их никто не штурмовал еще. Потому что, так сказать, вышли на побережье уже позже. Но, тем не менее, уже к тому моменту, когда замкнулась блокада Ленинграда, острова еще оставались под контролем советских войск. Немцы проводили операцию Беовульф такую по штурму этих островов. И то, что им пришлось там пехотную дивизию задействовать, штурмовать эти острова, это, возможно, сказалось на том, что блокада Ленинграда не была, например, плотнее. То, что им пришлось ее задействовать там, а не под Ленинградом. И хотя, может быть, стоило эвакуировать эти войска. Вот как Ханка, например, эвакуировали. Но, боюсь, возможностей полноценно эвакуировать уже не было. Да, вот я хотел спросить об этом. Да, вот то же, что сделать с Ханка, было, пожалуй, нереально. То есть это привело бы к большим потерям корабельного состава. Поэтому они сопротивлялись до конца, очень упорно бились. И оказали немцам то сопротивление, которое они не ожидали, на самом деле. Учитывая, что они изолированы далеко, так сказать, в море. Да, Алексей, вы не слышали, просто я прочел там в каком-то издании, доскам энергии мы вроде снимут. Ну, может быть, снимут, это будет очень хорошо. Потому что, скажем так, по-моему, сами финны удивились тому, что поставили... Не, у нас иногда принимаются решения, которым даже в далеких краях удивляются. Да, но если ее снимут, я буду только рад. Я тоже. Ваш вопрос, Алексей Юсаеву. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Вот мне вопрос, Александр. А это самое, по поводу стимуляторов. Например, это шоколад танкистов в Германии. Япония применялся стимулятор какой-то. Можно ли об этом? Да, действительно, в Японии и Германии применялся наркотик первитин для пилотов, для танковых войск. Японцы применяли даже для промышленных рабочих. То есть я бы так даже по этому поводу иронизировал про сторчавшуюся армию. Но оборотной стороной это было то, что это можно было короткое время применять, а дальше остановка использования и апатия. Это невозможно несколько месяцев сидеть на этом первитине. Кстати, я не помню, мы с вами об этом говорили. В августе 44-го, в момент истины, Таманцев, он говорит, на феноминовой заправке я там пробежал 2 километра. Нет, естественно, это повышает возможности организма, но это организм истощает. В ближайшей перспективе надо отдыхать, и отдыхать это полный разбитый человек. Мельдония в то время не было. Может, коротко скажите, что делала Красная Армия в 1939 году во Львове. Ответ вышла на удобную линию, судьба которой решалась позднее. Это такой иронический вопрос. Да, иронический вопрос. Что хотели, то и делали. А если я бы вам отвечал с иронией, я бы сказал так. В 1939 году во Львове Красная Армия сражалась с вермахтом. Потому что, действительно, под Львовом было, если в Бресте вот это прохождение было, то под Львовом друг в друга палили. И считается, что именно там стащили один из немецких танков. То есть умудрились немцев танк стащить. Отлично. А так бригада Фоченкова подъехала к его, убила с немцами. То есть это, с одной стороны, конечно, можно там говорить, ой, ошибка. Но, тем не менее, там шла стрельба советских солдат, немецких солдат. Это прямой ответ на ваш вопрос. А так, когда осенью 1939 года английский МИД аккуратненько спросил Советский Союз. А вот там граница проходит сейчас между Германией и Советским Союзом. Что вы о ней думаете? Не видели. На что Советский МИД честно ответил? Судьба Польши будет решена после войны. Что, правду ответили? Конечно. Они не сказали, что это граница навеки вечная. Конечно. А помните, Алексей, в прошлый раз вы были, и тут у нас есть один там присяжный, а я не буду говорить, и он иронически спросил о главенствующей роли ВКПБ в Великой Отечественной войне. Почитал бы чего? Да, так что то время надо оценивать с позиции того времени, не надо его оценивать, так сказать, с позиции 87-го года все же. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Алексей Валерьевич, это Евгений Маса. Леонид, спасибо вам, что приглашает таких интересных... Спасибо, что приходят. Да, у меня вопрос к Алексею Исаеву. Используются ли опыт гражданской войны, особенно 1-й конной армии. И потом, 2-й, генерал Калиновский, как говорят, он был... Ну, я понял, кому это... Примене танковых войск. И какие химические снаряды пытались использовать немцы под Ленинградом. Спасибо. Значит, что касается опыта гражданской войны, напрямую вот эти вот опыт использования конной армии, он все же не нашел применения, поскольку времена изменились и плотность огня была выше. Тем не менее, естественно, обращались к опыту в плане маневренных операций. В целом же, основной опыт, вынесенный из гражданской войны, это опыт формирования новых соединений. Вот то, что делали в 1941 году, когда с нуля создавали новые соединения, вооружали, отправляли на фронт. Вот этот опыт, это идет из гражданской, который был выполнен на более высоком техническом уровне и организационном уровне. Вот это наш, так сказать, у немцев была Первая мировая и Западный фронт без перемен. У нас была гражданская вот с этим чехардой переформирование. Калиновский, да, это один из наших выдающихся теоретиков танковой войны. И, опять же, его труды, они использовались, несмотря на то, что там и бригада была имени Калиновского. Что до химических снарядов, то мне неизвестно о применении именно химических снарядов артиллерийских. Где-либо немцами использовались у них вещества химия. Она используется, например, в аджамушкайских каменоломнях. Но она использовалась не в виде снарядов. То есть именно снаряды для, например, реактивных минометов химические, они не использовались. То есть то, что называют химическими, это неправильная интерпретация термина химические. Это огнеметные. То есть под Ленинградом и на самом деле по всему фронту использовались снаряды, снаряженные горючей смесью. Которые у нас назывались химическими. И, в принципе, стреляли ими те же части, что и должны были стрелять химии отравляющие. Но, тем менее, к отравляющим веществам это никакого отношения не имеет. Если вас интересует, так сказать, химическое оружие, это Юрий Колесников, начальник разведки у Ковпака. Достаточно видный работник особой группы НКВД. Вот его оперативным прошлым был. И он это пишет. Возьмите книгу «Среди богов», если найдете и денег не пожалеете. Там будет познавательность. Пожалуйста, ваш вопрос, Алексей Исаев. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажи, пожалуйста, у меня вот приятель, у него отец служил в Брестской крепости. И когда началась война, он сказал жене своей и сыну, чтобы они срочно уходили на восток. И вот, значит, ему было 10 лет, и он мне рассказывал. Мы с мамой, значит, шли из окружения. И часто бывало так, что то немцы обгоняют нас, то мы немцев. В понимающем дело. Но в конце концов, они из окружения. Так, ваш вопрос. Ваш вопрос. А вот какой. Его поражало, что большое количество пленных шло назад. Ну, немцы сдавались немцам. Горы оружия, боеприпасов, ну, стрелкового оружия. Вот чем это было вызвано? Что не могли, что ли, отходить на восток те же части? Ну, все же статус беженцев, он другой. Вот те, кто отходили с оружием, они вызывали соответствующую реакцию немцев. То есть они перехватывали им пути отхода. И понятно, что когда на них выходят люди с оружием, то это не беженцы, так сказать, с детьми. Поэтому или короткий бой самоубийственный, или плен. То есть, в общем, выбор-то небогат. Да, вот нам еще спрашивают. Ворошилов под Ленинградом водил конницу на танки. По-моему, на одном из передач рассказывали, что Ворошилов, товарищ Ворошилов, дал ополченцам ленинградским танки курсов усовершенствования комсостава. И они обжимали немецкий плацдарм. Это чуть ли не единственный случай, когда площадь плацдарма была уменьшена буквально вдвое ударом танков и ополченцев. Это вот что делал Ворошилов под Ленинградом. Вот это он и делал. Я считал, что Ворошилов под Ленинградом в пешем строю в атаку ходил вместе с бойцами. Это как бы, может быть, с его стороны было не то, что стоило делать. Но вот то, что он наблюдал с командного пункта, что происходит на плацдарме на реке Луги, и приказал отправить туда танки полка Кукса, это, в общем, было правильное решение. Он был, естественно, из этой формации, который любит смотреть на поле боя. Вот самому ходить это не стоит, а вот смотреть, что происходит, это, как говорится, хороший тон для хорошего начальника. Ваш вопрос, Алексей Исаеву, пожалуй, последний уже. Добрый день. Да. Вот такой вопрос вы не изучали. Каким образом немецкие части были оснащены нашими тактическими кастами на территории Советского Союза? Спасибо. Да, понятно. Это происходило только одним способом. Это трофеи. То есть, когда немцы захватывали трофеи, они их спорят. Так у них были царские карты, всякие вот эти трехверстовки, так называемые, там, польские карты. По западной части страны, то есть это и Белоруссия, и Украина западная, немцы пользовались польскими картами. Что очень удобно, эти польские карты сейчас выложены в интернете. Все топонимы соответствуют тому, как написалось в немецких документах. Алексей, огромное спасибо, как всегда, что пришли, что было так интересно. Надеюсь, 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 надеюсь на беседу про Крым и про Жукова. Да, про Жукова. Хотел, как раз, напомнить, что мы обещали слушателям про Жукова. Да, 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 в любой удобной для вас последовательности. Еще раз спасибо. Даст кто-то там на то свое благоволение. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.